С наступающим. Какой вес? Сейчас вес 65. Уже месяца 2-3, он держится плюс-минус 500. Да, купили, упаковала. Молодец. Осталось закупить продукты к новогоднему столбу. Я из Казахстана, город семьи. Это что за город такой? Семью. Это Семипалатинск, что ли? Да, это Семипалатинск сейчас так называется. У нас день траура. Ну еще бы, конечно. Под елочкой дети вокруг ходят, ждут быстрее Новый год. Но вам в этом плане сложнее. Вот. У меня-то детки приезжают 31 утром, поэтому подарочки они увидят 31 утром, что они стоят. А ночью уже распакуют. Люблю Маргариту, она умница. Да, но у меня все детки хорошие. В этом году я 31 декабря была на смене. Дома с семьей. Ну, дома с семьей-то поинтереснее, чем на смене, по-любому. Я вас смотрю еще с момента прихода Риты на Дом-2. Спасибо. Спасибо большое. Ну как мы? Сильно изменились с того времени. Доброе утро, Сибирь. Привет передает. Мне вот интересно, за время проекта какое самое такое сильное преображение было среди участников. Как похудеть, не жрать. Идите ко мне в марафон стройности. У меня девочки очень хорошо путеют. Вы видели отзывы в сторис, я выкладывала. За 20 дней 10-12 килограмм. Если не нарушать и выполнять все мои рекомендации. На Кипр... Не знаю. Насчет Кипра что-то я как-то остывать начала уже. В этом году должны быть орешки. Значит, сделаем орешки. Орешки-то вообще не проблема. Здравствуйте. Привет. Доброе утро всем. Отличного дня, хорошего настроения. И вам всем тоже. И вам. А вот интересно, у нас в эфире есть мужчины, мальчики, там, не знаю. Или у нас одни девочки в эфире. Вот просто прям любопытно. Потому что я иногда, знаете, как обращаюсь, допустим, девочки, это, девочки, то. И там бывает, что пишут, тут не только девочки находятся. Так всегда смешно. И в то же время неудобно. Потому что получается, что я полностью игнорирую, получается, мужчин, да, в эфире. Вот, поэтому интересно. Вот сейчас есть в эфире мужчина. Привет, Юрочка, красавица. Ждем в Грозный. Ой, я бы с удовольствием в Грозный съездила. Столько нас слышно, что там такая красота, что прям, что ли, не Дубай. Нет мужиков. Смешно, если сейчас мужики сидят в эфире. Не знаю, давайте вот спросим, есть они или нет. Я вас смотрю, муж рядом слушает. Так что мужчины, можно сказать, есть. Вот так. Не знаю, почему смешно. Мне так и будет смешно, то, что я называю девочками. А так, по сути, ничего смешного. Доброе утро, наша фея, самое лучшее. Мы с вами навсегда любим, все они уважаем. Ох, мои девочки с марафона подтягиваются. Пью кофе, слушаю эфир. Я по утрам очень легко встаю. Я, в принципе, жаворонок. Есть мужчины, да? Отлично. Доброе утро, цитирую. Племянники какие-то у меня появились. Обращайтесь с ребятами. Да, дамы здесь. Привет, Лен. Это правда, красота. И ухни вкусные. Я сейчас к сыну где-то. Вот осталось у меня 25 минут ехать. Они заходят сюда, чтобы только оскорбить. Да, тоже такое бывает. Хочу сесть на диету после Нового года. Как все настроены? Вот у нас 27 января стартует марафон второй. Вот, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. У нас там уж мотивашек. И мы друг друга поддерживаем. И из-за этого очень хороший результат. Ну, ведь жаброна, косова. Очень мало спитил. Если честно, то да. Если честно, то да. Я ложись поздно. Я устаю рано. Дорога, кстати, неплох. В Москве. Ну, сейчас пробка была. Там была авария. А так, по сути, сегодня, может быть, многие отпросились. Либо отгулы взяли, либо уже улетели там куда-то на Новый год. Потому что, ну, более-менее дорога. Несмотря на то, что сегодня рабочий день объявлен. Дорога прям неплохая. С Настей Ташко. Мы с ней виделись один раз в жизни на передаче. Не помню, не помню, на какой. То ли прямой эфир, то ли пусть говорят. Да, это что-то такое. Да, сегодня рабочий день. Сфоткаете. У Олега часы на стене. Какие получили. Так, а он вот эту серединку повесил. И все. А остальное все лежит, ждет, когда я приеду. Цена марафона 750 рублей в ходу. Да, пишите в директ. Я все отвечу. Полно подробную информацию дам. Выдыхаем в Самаре. А, вот видите, в Самаре 31 декабря работают, а сегодня нет. Но на самом деле не очень это правильно. Мне кажется, 31 работать, это просто издевательство. Особенно если вот женщины, которым надо еще и стол накрыть, все купить неправильно прям. Просто надо губернатора хоть один раз заставить, приготовить новогодний стол, отработав сначала на работе. Мне кажется, это вообще отвратится цель на просто решение. Спереди, когда мы стоим. Спереди, когда мы стоим. Спереди, когда мы стоим. Привет, Самара, привет. Только женщины могут понять, что 31 числа не нужно работать. Блин, я на работе 31 в шоке. Ужас какой. Педняжка. Да нет у нас снега. Ночью приморозило, прям такой гололед просто, знаете как, влажность была, что-то моросило, моросило. Туман, влажность, потом резко, бац, морозик, полтора градуса. И просто громко льда. Вот полностью лед. Все блестит, все. Сейчас вот минус 0,5. Да, еще и вставать 31-го, не светло, зря на работу. А потом еще надо ночью в новогоднюю выглядеть, как принцесса, королева, да? Вот справедливость. Такая хорошая. Мне такую маму. Мне уже давно нет. Ой, что касается мамы, нет для меня, это прям очень больная тема. Скопь и снега. В Челябинске тоже 31-й рабочий день. Хотя мэр женщина. Ну, видимо, у мэра женщины есть прислука, которая ей все сделает. Я так думаю. Как внуки и дети. Внуки и дети хорошо. Олег забирается сегодня, улетает к Грити на Новый год. Олечка с семьей к нам приезжает на Новый год. В Павловский посад. Так что в этом году впервые наша семья разделилась пополам. И половина на Кипре празднует, половина в Москве. У нас в Свергуте рабочий день. По-моему, зятю еще 31-й дотянули мне 750 километров ехать. Что мы с детьми справлять Новый год? 750 километров. Это сколько же ехать-то надо? 12 часов? Ужас какой. Начала принимать грандоксин в Юг. Знаете, что начала замечать? То, что он сушит во рту. Сухость во рту появилась от грандоксина. Все правильно. Оставайтесь уже в России. У вас прекрасный дом. Но дом я все равно продаю, потому что нам велик он. Ну, что там скрывать? Он просто огромный для нас. Мы вдвоем живем. Все помещения у нас уже, комнаты закрыты. И получается, что простаивает огромная, красивая площадь устроенная. Это дом для семьи. Для семьи с детьми, поэтому нам уже с мужем надо что-нибудь поменьше, поскромнее. Работает 31 или нет, решает организация. Я не знаю. Привет, привет. По коммуналке даровать? Да нет, даже делать не в коммуналке. Мы с мужем вдвоем мало потребляем, кстати, электроэнергии, и продуктов мало уходит. Почему там? Я ем как котенок. Муж на работе целыми днями. Поэтому нет. Дело не в коммуналке абсолютно. Дело в том, что просто эти все площади нужно обслуживать. Их нужно мыть, пыль вытирать. Дети приезжают, они по всем площадям проходят, и все это потом убирать приходится. Поэтому дело как раз в больших площадях. Нам нужно либо маленький, небольшой таунхаус, либо квартира. Привет, Слава говорит, привет. Нет, муж еще не на пенсии. Он как военный пенсионер на пенсии, но как гражданский пенсионер он в мае месяце на пенсию выходит. Так же, как и я. Я легко встаю, да. Да, большой дом физически тяжело содержать. И пока мы еще сейчас спокойно с этим справляемся, но мы же не молодеем. Мне 55, мы уже 60. Конечно, нам нужно что-то поменьше. Для того, чтобы просто понимать, что мы сможем это обслуживать, когда уже не будем такими шустрыми. После дома и в квартире, я думаю, что будет тяжеловато. Я думаю, будет тяжело, потому что, ну, во-первых, у нас участок очень крутой. Все красиво. Мангал стоит. Ну, просто все настолько устроено. Ты вышел на улицу в шортиках, поел ягодки и назад зашел. Красота же. Вот, в дочке полюбовался, на качельках покачался. Ну, единственный выход, это если квартира, то дача. Только так. Ну, либо домик, либо квартира там на море. Может быть, в Сочи. А может, вот в Топсе, к африкантовым рядом. Рецепт оливье сейчас не подскажу. Там куриная грудка, яйца, майонез, огурцы свежие. Раковые шейки, мясо краба. А что там еще? Надо вспоминать. Я еду к сыну сейчас. Животные в квартире. Я думаю, что привыкнут. Потому что я не думаю, что мы, если будем брать квартиру, то маленькую. Скорее всего, трешку. Ну, а в трешке, я думаю, места хватит. Все очень хорошо. Обожаем вашу семью. Спасибо. Смотрим все эфиры. С наступающим Новым Годом. Здоровья, счастья, всех благ. Спасибо огромное. И вам всего-всего, что вы нам пожелали. И вам тоже желаю. Спасибо вам. И с наступающим. На Гибрид жилье дорогое. Я не купила квартиру. У меня не было денег, чтобы ее купить. А Марина купила, моя подруга. Почему Гибр остыли? Не знаю. Здесь двое детей у меня. Оля, Олег. Я вот туда уеду, буду сюда переживать. Прям вот, не знаю. Хоть разорвись. Жило в этом плане. Доброе утро. В том, что-то я, знаете, так подумала. Вот, смотрите, допустим, жилье на Гибре, ну, 8 миллионов, ну, 10 миллионов. Ну, примерно 10 миллионов, да? Чтобы квартиру купить, 10 миллионов надо. Небольшой домик тоже 10 миллионов. Вот. 10 миллионов. Нам с мужем, допустим, если взять 60 лет, ну, сколько мы еще активно сможем содержать дом, ездить там еще, ну, 20 лет. Вот, разделите 10 миллионов на 20 лет. На 20. Получается, по 500 тысяч в год. Ну, что вы хотите сказать, что мы с мужем на 500 тысяч в год не попутешествуем, а путешествуем. Поэтому, даже не знаю. Не знаю еще. В общем, такой раздрызг в голове, раздрай. Не уверена ни в чем. Уверена только в одном. То, что дом надо продать, для того, чтобы купить жилье поменьше. В Москве однозначно куплю. Поближе к Оле. Потому что Оля у меня старшенькая, Оля у меня такая мудрая очень. И мне бы хотелось рядом с ней житьем. Да, отдыхать лучше в разных местах. Вот. Я так подумала, когда муж на пенсии будет, и ему будет разрешено выезжать за границу, мы сможем с ним вдвоем. Квартиру проще оставить. Если буду рядом с Олей, они присмотрят за животными. А мы там раз на пару недель улетели куда-нибудь. Нет, Рита тоже такая. Но Рита там одна, а здесь у меня двое детей. И я не знаю, как муж. Понимаете? Просто не знаю. Вот вы как вот считаете? Вот у вас трое детей, один уехал за границу жить, а двое здесь, в России. Вот вы бы уехали к тому, что за границу оставили твоих в России? Или как? Вот что скажете? Вот посоветуйте мне. Что скажете? Вот мне прям интересно. Вы бы в России остались? Здесь? Когда будет прямой эфир? А сейчас что у нас? Я считаю, пока быть здесь. А почему темно-то понятно? Потому что на улице сейчас 7.52, Солнце у нас. Вообще мы забыли, как оно выглядит. Поэтому всегда темно. Вам, конечно, в России. Коля на Кипр. Она хочет на Кипр отдохнуть. А вот прожить она пока как бы не готова. Илья работает. А там он не знает, кем будет работать. Приезжайте обязательно за границей. Вот я и думаю о себе. Поэтому я и спрашиваю, как нам быть. Да, кстати, я тоже так думала, что здесь квартира, там домик. Сложно менять, да. Согласна. Я просто, знаете, что боюсь, что я затоскую очень сильно. Я же человек такой, который сразу просто ведется на какую-то идею. И сразу, да, давайте, загораюсь. Очень азартная. И получается, что если я сейчас поддамся вот этому азарту, то потом я могу просто... Боюсь, что я могу пожалеть. А назад уже будет сложно. Не знаю. Надо очень-очень хорошо подумать. А для того, чтобы очень хорошо подумать, надо сначала продать дом, купить рядом с Олей квартиру и после этого уже думать. Когда будет на что думать. Согласны? Да, вот мир посмотреть, это тоже прикольно. Ну, представляете, получается, я летаю на Кипр, а в Сочи ни разу не была. А ведь у меня мечта там побывать. Я хочу побывать в Сочи. Хочу увидеть Красную Поляну. Я хотела бы побывать в Грозном. Мне интересно это все. Я бы хотела, знаете, вот еще какой-нибудь типа экскурсию по Волге на теплоходе. Вот у меня тоже такая мечта. Либо кругосветка. Ну, не кругосветка, а на корабле, там, допустим. А месяц, да? По разным странам. Тоже интересно. И муж тоже мечтает, кстати, о таком путешествии. Старое дерево на новом месте не приживается. Оставляйте горни здесь и туда летайте, отдыхайте. Хорошая масса. Будет иметь жилье в Москве. Вот, видите, что мама переехала из Нижнего в Краснодар и вернулась назад. Не смогла. Не прижилась. Вот так вот. Вот так вот. Рита и ее муж работают фрилансерами. Знаете, что такое? На компьютере. Прямой эфир по готовке 31-го будет. Будем готовить новогодний стол. Я боюсь, что я буду очень скучать. А, знаете, на самом деле, я вот сейчас тоже скучаю парить и падить им очень сильно. Вчера звонила Белла. И она прям вот просто таким голосом. Бабуля, я так скучаю по тебе. Когда ты ко мне уже приедешь? Пожалуйста, бабуля, приезжай. И мне прям вот сердце рвется. Медюшу ее что-то хочется его обнять. Тяжело, конечно, когда разлетаются дети далеко от мамы. Прям тяжело. Оля не против. Оля говорит, что это ваша жизнь и вам решать. Но Оля, она очень сильно привязана к семье. Это, пожалуй, один из самых таких вот чувствительных, ранимых людей в нашей семье, которые вот за объединение семьи, за то, чтобы все общались, за то, чтобы все любили друг друга, помогали. Оля, она вот такая, как клей в семье у нас, за традиции семейные. Да, пусть дом продастся удачно, согласна. И я точно знаю, что в этом доме будет очень хорошо тем, кто его купит. Потому что там все сделано с любовью. Я к сыну подъезжаю. Сейчас чемодан для Риты передам. Подарочки. Шторы Риты полетят. Уже теперь все. Последние шторы, потому что больше уже некуда вешать. Все завесили, весь дом нарядили. Так что все хорошо. Я сейчас к сыну еду передать чемодан для Риты, а потом поеду к своему стилисту по волосам покрасить волосы. Нет, пока стоп. С переездом пока стоп. Время в восемь утра уже. Здравствуйте, здравствуйте. Время в восемь утра, представляете? Время в восемь утра, представляете? Я уже в Москве. Лучше будет там, где семья. А муж мне сказал, что мне будет хорошо там, где ты счастлива. И мне все равно, где это будет, хоть на северном полюсе. Если ты улыбаешься и счастлива, значит, мне там будет тоже комфортно и хорошо. Так говорит мой муж. Сын квартиру снимает. Рита привязана к большой семье. У Риты у самой уже большая семья. Рита с утра до ночи занимается домом, с семьей. Мне кажется, что она особо-то и не скучает. Покраску планирую тоже. Ну все, сегодня, короче, красимся. У вас, да, дом обалденный. Как я люблю смотреть эфиры. Спасибо. Кто рано встает, тому бог подает. Да. Да. Вы такая классная. Спасибо. У меня сегодня маникюр. А я сделала. Мне так нравится. Пусть Ковалевский помирились, а мы с ним, в принципе, и не ссорились. Просто недопонимание произошло. Я жестко ответила. Вот. А так просто пакт о ненападении заключили. Так скажем. Сын у меня учится в высшей школе экономики на третьем курсе и работает на трех работах. Да, муж у меня хороший. Сын, он не хочет, чтобы мы переезжали. Он сказал, ты заскучаешь. Ты очень активна, а там спокойный образ жизни, и ты заскучаешь. Улыбнитесь. Творить маникюр клиенткам. Вот как идея маникюра новогоднего. Пока сын не женится, не стоит уезжать. Давай. Переград вас смотрю. Здравствуйте. 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 Через 200 метров поверните направо. Во двор. Привет. Привет. Поверните направо. Да, на улице вообще темень. Просто темень. Точно сын сказал. У меня сын вообще очень умный парень. Хочу на марафон. Напишите мне в директ. Если не получается, что-то у вас в директ странное творится. Мне люди пишут, а этих сообщений нет. Просто нет. Вот. То пишите тогда в комментариях под последним постом. Хочу в марафон. И я вам отвечу. Спасибо за доброе утро. Вам осталось что? Да, мы с Гобозовой-то и не ругались. Мы вот этот раз на съемках были, а она со мной разговаривает. Восхищается моей красотой. Поставьте сына на крыло, потом можете... Да. Согласна. Надо, надо. Так, ну что, я приехала. Сейчас буду сыну звонить. Нет, у меня не перманетный макияж. Алло. Алло, Олеженька, я приехала. Я к тебе поднимусь сейчас. Ох, давай. Давай. Так, мне надо припарковаться. Куда мне припарковаться? Вечная проблема с парковкой. Ой. Да, я хочу, да, поближе к Коле. Она мне, кстати, вчера так и сказала. Мамочка, я хочу, чтобы вы были рядом, потому что я за вас очень переживаю. И я хочу, чтобы мое сердце было спокойно, когда вы рядом. Все задом встают, круто. Напишите мне про марафон, пожалуйста, Татьяна. Под последним постом в сообщениях, в комментариях я вам отвечу. Хорошо? Сына господина. Просто поздно приехала вчера. Ладно, пошла я. Ему через два часа у него такси в аэропорт. Поэтому ничего страшного. В самолете поспит. Все, пока.